МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему вы сделали такой вывод? Учитывая географическое положение города Искитима, если сравнивать высоты между центральным микрорайоном, южным микрорайоном, заречным и так далее, то у нас перепад высот составляет до 65 метров. Естественно, от этих перепадов у нас давление в центре города, в северном микрорайоне, бывает от 730, 5-7 и до 770. Что это значит, другими словами? Ну, если по-русски сказать, что 1 миллиметр ртутного столба, изменение его, давление на организм на 11 метров. То есть чем больше давление, тем слой атмосферы давит на организм на 11 метров. А есть норма какая-то? Норма 760 миллиметров ртутного столба. А у нас? А у нас давление прыгает от 735 в центре до 770, в зависимости от метеоусловия. Вроде бы норма? Ну, 760 и 770 с лишним. Уже получается на 10. 10 умножить на 11, уже получается 110 дополнительных метров толщины воздушного слоя, который давит на организм. Плюс еще в зависимости от метеоусловия, какой он там. Насыщенный влажностью, насыщенный загрязняющий вещество и так далее. Если человек перемещается за каких-то там 10-15 минут от центра, допустим, до южного, перепад в 60 метров, он сразу моментально попадает в течение дня, если перемещается, нагрузка на организм увеличивается, уменьшается и так далее. А где вот получается, с той точки зрения, лучше в центре, на южном? Естественно, южному комфортнее людям там жить. Вы сейчас сказали про розу ветров. Расскажите, что это такое для эскетима роза ветров, как она устроена и с точки зрения расположения эскетима, в каком выгодном, невыгодном положении мы находимся? Вот если взять точку эскетима, да, и в течение года анализируют розу ветров, то с какой стороны, с какой скоростью, с каким направлением ветер дует на город эскетим, то вот преимущественно, получается, с учетом всех вот этих анализов, у нас получается юго-западный, допустим, или северный и другие. В основном на город дует юго-западный, западный и прилегающий к этой территории. То есть, если говорить о южном, то со стороны запада, это вот как раз те предприятия, там предприятий практически нет, да, весь район, вот сам Инзев, всего больше нет. А если говорить о центре, изменяется, то нам сюда ветер принесет, как выбросы от предприятий, находящихся в Подгорном, Южном, соответственно, если северный, то и самзавод прилетит, и, соответственно, там, это, Южный с индустриальными кронами, то есть, вот индустриальному, допустим. А Леневская зона как-то оказывает влияние? Леневская, да, она при южном направлении ветра, но эскетиму приносит, естественно, свой фон загрязнения. А с этой точки зрения, то, что эскетим находится в чаше, это плохо? Ну, естественно, продуваемости города, как таковой, в определенные дни отсутствует, естественно, ветер несет, допустим, на определенное расстояние, допустим, ну, если в зависимости, какие трубы, вот если на самзаводе эти трубы, которые выбрасывают загрязнения вещества, их высота 82, соответственно, оно, может, и центр пронесет, да, к примеру. Ну, или, допустим, на горе находится Голубевская, он, естественно, всему городу достанется, вот эти выбросы. А если предприятие находится, ну, условно, там, допустим, Котейна или какая находится именно в северном микрорайоне, то зона рассеивания будет в пределах этого микрорайона. Поэтому все осядет. Но частично, если в целом говорить, то те предприятия, которые за пределами северного микрорайона, естественно, при определенной эрозе ветров, оно и достанется. Ну, по большому счету, в большинстве случаев все это оседает здесь и не выдувается, поскольку воздушные массы проходят по верху, получается? Да, большинство, да. И была какая-то даже жутка про вентилятор, что-то такое мне припоминается, да? Это как бы условно говорят, что как бы из Китима нужен такой мощный вентилятор, чтобы все это уносило в минуя из Китима. Ну, это, конечно, фантазии разные. Дороги из Китима должны содержаться по-особенному, и внимание к уличной дорожной сети города должно быть пристальным на всех уровнях власти. Это тоже говорили об этом вы, это я так подрезюмировала, скажем уже, все-таки о чем идет речь? Чем же наши дороги должны быть уникальными, особенными? Ну, учитывая вот это географическое состояние города, естественно, прилегающие вот весенние, когда дожди идут, ну, весенние, осенние и так далее, когда снег тает, все с прилегающей территории, которые, естественно, район, ну, и наши городские прилегающие потоки воды, они, естественно, естественным путем, куда прибегут, где пониже территории. Естественно, все это достается городу. В городе, естественно, как в целом, если судить, то у нас ливневая канализация как таковой, обширной, достаточной нет. Почему? Ну, так сложилось везде в России, во всех городах. Вначале строили, а потом думали о каких-то других мероприятиях. Так и получилось в Искитине. Кругом застроили, а ливневую канализацию не предусмотрели, где положено. И вот получается у нас на Западном, где улица Комсомольская, болото, то есть скапливается со всех территорий и не уходит никуда. Ну, я вам пример приведу, когда незаконно возведенную дамбу возле самозавода убрали. Многие жители города сразу сказали, а вода исчезла, грунтовая. Так и в Западном, где, ну, как мы говорим, от Апельсина до Зеленой горки, вот эта вся территория. Красноармейская улица, ну, все там улицы, которые, это, естественно, построили эту дорогу. Это, считайте, переградили путь ливневый. Все, и стало болото. Поэтому, если было вовремя сделано ливневое канализацию, естественно, отвод воды был. Вот это все скапливается, естественно. Дороги, вы понимаете, что такое вода. Зима, лето замерзает, вымерзает, выдавливает, и все дороги, и плюс грунт на болоте ходит, естественно, дороги. А имеет ли значение в этом аспекте количество большегрузов, которые передвигаются по городу? Ну, это тоже один из факторов. Много ли вот в среднем, если сравнить с другими городами Новосибирской области поиски тему, передвигается большегрузов? Ну, вот в сравнении, например, да, если? Ну, смотрите, если говорить о городе, он же промышленный город, и четыре карьера, что такое четыре карьера? Если сравнивать, плюс цемзавод, который привозит уголь для добавки при изготовлении цемента, то есть 54 тысячи привезти на цемзавод, разделить на рабочие дни, сколько получится автомобилей добавилось по нашей дороге. Я не говорю те, которые были. Взять, если раньше железнодорожным транспортом с Чебеневым транспортировался до потребителя, ну, и с Ложков, и даже говорить с Кетимой извести, и с Чернореченской карьеры, то сейчас в основном автотранспортом. А вы знаете, гарантия дороги, она же не десятками. Через пять лет уже где-то продавили, где-то. И у нас получается ямочный ремонт практически каждый год. А что делать? Какой выход-то должен быть в этой ситуации? Ну вот, когда мы... Машинка меньше не станет, это однозначно. Предприятие не закроет, иначе город встанет. Понятно. Здесь вопрос давно стоит. В правительстве Новосибирской области нам обязательно надо делать восточный объезд. И он обозначен, его делает. Но только вот сейчас замедлился, до деревни Евсина довели, а дальше обход, минуя из Кетима, все пока в проектной документации. Денег пока не выделяют. Новосибирску один мост, а второй это третий. А можно ли строить дороги более прочными? Или это нельзя? Есть ГОСТ и никуда от него не уйдешь. Все это делается. Эксперименты делают тоже. И делают и сетку, чтобы не продавливалась и так далее. Но все зависит, как ее дорогу сделать, с каким качеством. Вы же видите, дороги в основном делают, когда уже ближе к зиме. То есть если бы своевременно выделяли весной деньги, и своевременно за лето все это обкатывалось, и плюсы. Сейчас, правда, я гляжу гарантию, тот, кто делает, и ее обслуживает в течение пяти лет. Это уже плюс. Потому что стараются делать как для себя, для того, чтобы потом меньше затрат делать. Насколько это честно? Город затрачивает средства, ресурсы, федерация выделяет деньги, а потом предприятия, которые получают прибыль с этого производства, они портят эти дороги. Как регламентировать эту ответственность сторон? Раньше, как если было в лицензионном соглашении по добыче полезных ископаем, было предусмотрено выделение финансовых средств от этих доходов, которые получают предприятия. Но потом, опять же, государство правила игры поменяло, и теперь получается все это на уровень муниципалитета. Предприятие, естественно, осуществляет добычу, реализует, получает прибыль. Да, она платит налоги, естественно, но они несравнимы, и все это уходит в бюджет не муниципалитета, а в субъект федерации, или, допустим, Российскую федерацию. И мы, как бы, на статусном принципе просим восстановить. А если каким особенный, по отношению ко всем городам Новосибирской области, я имею в виду, и Куйбышево, допустим, и ОПИ, и так далее. Получается, к нам должно сравнимо, ну, я не знаю, может... То есть такого количества транспорта нет нигде больше в области, да, как у нас? Нет, есть, но вот именно у нас по всем улицам практически, если там есть возможность где-то объездными дорогами обжать, но у нас, получается, с какого карьера ни поехал, ты вместе с каким, получается, едешь. И самое главное, не просто объездными дорогами какими-то невозможно проехать по ним, то выходишь все равно на главные улицы города. И плюс еще у нас есть объездные дороги, которые щебеночные. Они, естественно, их надо в твердое покрытие превращать для того, чтобы опять концентрация, то есть не пылить теми предвижения автотранспорта от дорог, которые поднимают пыль, и, естественно, они прилегают к частному стиху. Ну, то есть жилье, оно, естественно... А вы пытались вот эту остроту обозначить в Министерстве природных ресурсов, вообще где-то в областных министерствах, которые, в принципе, отвечают за действия вот этих различных программ? Когда Травников приезжал сюда, он же приехал не просто рассмотреть вопрос о готовности в зимний период нашего города, ну, то есть теплоносителей, ну, и он рассмотрел вопрос экологической составляющей, и, естественно, весь материал мы отдали, передали. Мы обозначили все свои болевые точки, естественно, там уже мероприятия разработали, часть вошло, часть пока рассматриваем состав. То есть это новая, свежая какая-то программа есть по улучшению экологической ситуации? Ну, часть... Мы по своей программе часть делаем, соответственно, предприятия вкладывают свои. Вот у нас в основном-то, если говорить, раньше предприятия работали, отапливали котельные, работающие на угле, у нас было более 30 котелин. Сейчас осталось всего-навсего 3 котельные. То есть вы хотите сказать, сейчас уже намного лучше ситуация, чем было раньше. Да, много перевели на газ тех котельных, которые вообще у нас, если выброс был, я не говорю, сейчас 13, было и 20, и больше 20, естественно, меньше. Ну, если говорить, я говорю по этому году, уже вот я говорил, что Росгидромет уже даже по взвешенным веществам уже некоторые месяцы года говорит ниже ПДК, ниже ПДК, это уже радует. Ну, если на примере цемзавода, вот яркий пример, если бы, допустим, не было газочистного оборудования на цемзаводе, то он в атмосферу выбросил 196 тысяч, только 196 тонн пыли, если вообще не было ни одного газочистного. А он сейчас вместе с газообразным выбрасывает всего 80 тысяч. то есть из 196 тысяч 500 он улавливает 188 тысяч. Ну, практически все. Да. То есть эффективность 99 и 9 десятых. Сейчас эскетимцев даже больше беспокоят немашцам завод городской, который стоит на районной территории, рядом. Небольшой завод, частный. Там кто-то контролирует вообще количество выбрасываемого в атмосферу, чего не знаю. Это же действительно там люди, которые недалеко живут, они говорят, там невозможно дышать, а уже иногда и ходить. Ну, это территория района эскетимского, соответственно... Но оно все равно к нам летит. Да, в компетенцию входит Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Все письма мы дублируем и неоднократно отправляем не только Министерство природных ресурсов, естественно, губернатору. Губернатор, когда принимал на цемзаводе, он обращал внимание, то есть и министр был природных ресурсов. То есть все эту тематику знают. И ничего не меняется? Ну, как... Я судить не могу, потому что к нам не попадают какие-то материалы. Со слов министра природных ресурсов он сказал, за нарушение природоохранного законодательства в 2018 году данное предприятие оштрафовано на 2 с лишним миллиона. И вроде бы, вот неофициальным данным, материалы оформлены, которые положены, и, соответственно, газоочистное приведено в соответствие. Но мы визуально, вот, как вы говорите, граждане говорят, что это... Ну, я думаю, это человеческий фактор. Мы туда не можем никаким образом... Не иметь правду. Да, не наша территория. Но по факту жалоб, естественно, мы эти материалы отправим в Росприроднадзор. И когда вот, как вы сказали, последняя встреча была с кандидатами в депутаты ЗАГСа... Они уже, да, депутаты стали. Да, сейчас депутаты, поэтому эту тему мы там же проговорили, сказали, что у нас вот такая-то нехорошая обстановка в связи с действием такого-то предприятия. А вообще какие наказы были переданы депутатам Законодательного собрания? То есть какие главные приоритетные направления, которые нужно срочно решить, вы им обозначили? Строительство восточного объезда, о чем я говорил, что весь транспорт, потоки, пустят мимо, искипима, что улучшится, естественно, на состоянии экологической обстановки города. Далее, в связи с тем, что планируется НЗИФ нам передать очистные сооружения в январе 22-го года, если вдруг состоится такое мероприятие и передадут нам нашей администрации города придется не только эксплуатировать очистные сооружения и, соответственно, рассматривать вопрос о строительстве новых, потому что им уже 50 лет, естественно, той эффективности, которая необходима по качеству воды, по сбросу, чтобы в речке вышел, естественно, нужны новые очистные сооружения. А запаха не будет, если будут новые очистные? Естественно, и обратив внимание на вот эти запахи, которые граждане турнопахнувших веществ, соответственно, чтобы этот механизм был, сработал и... По-человечески, в общем, чтобы было. Обратить внимание на финансирование газификации вот этих 2144, чтобы ускорить, чтобы мы эту тему закрыли. Которые по-прежнему на печках. Да, на печках работают с твердым топливом. Дальше. И финансовую помощь на капитальный ремонт основных асфальтных дорог, на которых нам даются, как бы, ну, не хочется это слово применять, но не то должное финансирование для города Искитима, потому что, я гляжу, уже в СМИ пишут, мы на самом последнем месте по дорогам. То есть, мы чувствуем это. Поэтому, вот, для того, чтобы мы не были, там, через пять лет дали небольшую порцию, а чтобы ежегодно планово ремонтировали, капитальный ремонт делали и все, чтобы у нас дороги были нормальные. Далее, на строительство ливневой канализации для отвода воды с территории, прилегающей микрорайона, в том числе улицы Молодежные. Это тоже отметил я, что это тоже составляющая, которая влияет в целом на экологическую обстановку. И, так как у нас с каждым годом получается Росгайдромет слабо финансируется, и, вы помните, у нас два поста было мониторинга качества атмосферного воздуха на улице Лизы Чайкина и возле кинотеатра Маяковского. Теперь они на автомобиле, так как разграбили вандалы их, и они их не восстановили, они на автотранспорте уже в другом режиме замеряют. Естественно, хотелось бы, чтобы на станциональном, и хотелось бы, чтобы человеческого фактора не было. В общем, для создания лабораторий по мониторингу окружающей среды нужны средства. тоже этого заложили, да? Нет, мы передали, да, все, а они должны это рассмотреть. И мы обратили внимание на то, что в 2018 году у нас в городе превышение ПДК до 17, до 19, два раза всего было, но вот такие скачки были, 17 ПДК, 19 по бензопирену. Это твердое вещество, но которое в основном образуется от сжигания твердого топлива, от выбросов от автотранспорта при сжигании дизельного и другого топлива. И плюс, ну, косвенно, естественно, мы сказали, что это электродный завод при определенных розовых труб нам прилетает. Но Росгидромету, естественно, написали письма обратить внимание и подумать о том, чтобы замеры они делают только на первом посту, вот в районе Лизы Чайкина или в общежитии, как мы говорим, на Советской. Вот они замеряют. Я говорю, ну, попробуйте замерить еще в индустриальном, чтобы определить розоветров. Ну, вот рассматривают вопрос, перейдут на этот режим. Ну, сейчас вопрос стоит, может быть, даже один пост будет. Вот так их финансируют. Слава. Поэтому, хотя, вы помните, мы говорили о том, что стоит уже здание готовое для ввода метеоцентра. Ну, вот пока стоят на месте, тоже ничего не происходит. Ничего. Оборудование куплено. Купили они какое там оборудование, никто его не видел, пока она вот три года уже лежит, будет она в таком рабочем состоянии или нет. И вот этот вопрос, мы обратили внимание, и такой пост организуйте Ленева, для того, чтобы это, ну, чтобы они во все, так сказать... в реальную ситуацию, а не по отчетам заводов. Да, поэтому... Ну, и, естественно, вот, одиннадцатым вопросом сформулировали так, оказать помощь в переносе технологий по выпуску клинкера на территории Цикатинского района, в районе Детальменского сельсовета, в одном километре от поселка Логовой. Это ООПК Кристалл с существующей площадки, то есть, нашли где-то. Ну, как будут решать, ну, мы это тоже обозначили. То есть, убрать этот завод на другое место? убрать на другое место. Ну, и оказание финансовой помощи по строительству второй карты захоронения отходов на полигоне такового Ложка. То есть, у нас там построен полигон, естественно, первая карта практически закончена, и хотелось бы, чтобы этот объект работал, и затрачено 36 миллионов, и хотелось бы... Он так-то стоит, не работает? Ну, пока он законсервирован, пока... А он предназначен для раздельного сбора отходов или нет? Нет, там нет. Ну, там можно любую технологию поставить. Можно поставить сортировку, можно поставить и временно, как транзит, но потом перевозить. Можно и, естественно, другие варианты. Спасибо, Виктор Степанович, что пришли и рассказали нам все это. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Навиду». У нас в гостях был Виктор Баулин, начальник отдела экологического и земельного контроля из Китима. Всего доброго и до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова